Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Ну и выпуск начнем с информации о распространении коронавирусной инфекции в Казахстане. За минувшие сутки ковидом заболели чуть более 900 человек. Регионы лидеры по числу инфицированных. Город Алматы, Костанайская область и Нурсултан. По 110, 107 и 106 случаев заболевания соответственно. Сегодня лечение от КВИ получают более 27 тысяч казахстанцев. Из них в состоянии крайней степени тяжести находятся 130 пациентов. Еще 90 на аппарате ИВЛ. По данным Минздрава, за 25 ноября в Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии скончались 17 человек. За минувшие сутки изменились данные в матрице оценки эпид-ситуации в регионах Казахстана. Вот в красной зоне по темпам распространения COVID-19 остался только один регион. Это Североказахстанская область. В желтую зону перешла Павладарская область. Там же находятся столицы Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. Все остальные регионы в зеленой. Власти штата Нью-Йорк вводят режим чрезвычайного положения из-за обнаружения нового штамма коронавируса Omicron. Ограничительные меры продлятся до 15 января 2022 года. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения признали угрозой для стран новый штамм COVID, выявленный в Южной Африке. По их данным, после серии мутаций вирус может влиять на содержание протеина в организме. При таком изменении существующие вакцины могут оказаться не столь эффективны. Между тем, президент США Джо Байден призвал государство снять права интеллектуальной собственности с вакцин. По его словам, пандемия не завершится, пока прививки не сделают по всему миру. Тем временем в ряде стран закрыли или ограничили авиасообщения с Южной Африкой из-за обнаруженного там нового штамма. Так, в частности, поступили Германия, Нидерланды, Великобритания, Чехия и Израиль. При этом эксперты ВОЗа предостерегали правительство стран от поспешного закрытия границ. Накануне в организации созвали экстренное заседание. Там объявили, что на изучение нового варианта коронавируса уйдет несколько недель. Сообщения о новом штамме и прекращении полетов обрушили мировые фондовые рынки. Европейские индексы на открытии торгов упали на 3%, а азиатские и вовсе снизились до минимума за 3 месяца. Вслед за этим начали дешеветь нефть и газ. У нас подход нулевой терпимости к ковиду и очень жесткие ограничения. Все прибывающие в страну должны оставаться 14 или 21 день в специальном отеле. Им нельзя покидать номер, пока они не получат разрешение властей. Это значит, что все новые случаи мы ловим на границе. У нас нет местной передачи вируса, и мы надеемся, что так и будет дальше. Новый вариант вызывает опасения, и, вероятно, многие государства прекратят авиасообщения с ЮАР и, возможно, другими африканскими странами. Но я думаю, что мы должны признать, новый вирус, скорее всего, уже разошелся по миру. И даже если мы сейчас закроем двери, будет уже слишком поздно. 76 тысяч инфицированных зарегистрировали в Германии за сутки, и это новый антирекорд. Тем временем отделение интенсивной терапии ФРГ уже занято в среднем на 88%. Например, больницы Баварии не справляются с нагрузкой. Там тяжелобольных пациентов на военных самолетах доставляют в другие федеральные земли. Врачи бьют тревогу, по их словам, не за горами дни, когда помощь придется оказывать не всем, а выборочно, как в прошлом году в итальянском Бергамо. А между тем медики подчеркивают, что много вспышек регистрируется в домах престарелых. По этой причине все посетители обязаны перед приходом тестироваться. Высокая заражаемость регистрируется и среди учащихся. Власти не планируют закрывать школы, но в учебных заведениях тоже должны проверяться на ковид. В реанимации же сейчас попадают люди за 60 лет. Большая часть из них не привита. Впервые за время пандемии мы будем вынуждены задействовать военные самолеты, чтобы разместить в других клиниках почти 100 пациентов. Так мы сможем разгрузить отделение реанимации. Ситуация серьезная, такого мы не наблюдали с начала пандемии. Этих пациентов мы сможем перераспределить два, может три раза. Но в какой-то момент и там пропадут места. Их будет все меньше по Германии, однако наш сигнал тревоги еще не все услышали. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, каждый из 60 бельгийцев был инфицирован ковид-19 за последние две недели. На этом фоне в Бельгии, начиная с сегодняшнего дня, введены новые меры ограничения. Власти королевства объявили о закрытии ночных клубов и сокращении времени работы баров и ресторанов. Рождественские ярмарки, культурные объекты, предприятия общепита должны будут закрываться в 23 часа. Посещать их можно только с соблюдением социальной дистанции. При этом за одним столом должны находиться не более шестерых человек. Нововведения призваны уменьшить число социальных контактов и сдержать темпы четвертой волны пандемии. Новые правила объявлены на три недели. Всего семь дней назад в стране был введен предыдущий пакет ограничений. В него входило более широкое использование масок и расширение удаленной работы. Теперь же запрещены частные вечеринки и собрания, кроме свадеб или похорон. А возвращается также требование посещения магазинов по одному человеку. Анализируя ситуацию с распространением коронавируса и то, что происходит сейчас, в странах могу сказать, что прогнозы гораздо пессимистичнее, чем мы могли себе представить. Обстановка в медицинских учреждениях также неустойчивая. Мы видим, что врачи общей практики полностью перегружены. Растет и давление на отделение реанимации. Почти 500 мигрантов спасли у берегов Туниса. Пятая часть из них – это дети. Они находились на борту перегруженного судна. Это граждане Сирии, Египта, Судана и Пакистана. За последние месяцы у берегов Туниса затонуло несколько судов. При этом участились попытки пересечь границу Италии. В этом году в это государство прибыло почти 60 тысяч мигрантов. Причина массового притока иностранцев – напряженность и бедность в Африке, а также на Ближнем Востоке. Казахстан готов создать необходимые условия и предоставить индивидуальные инструменты европейским инвесторам, заинтересованным в выходе на казахстанский рынок. Об этом Касамжимар Тукаев заявил во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Фляйен. Встреча с ней стала завершающим этапом официального визита президента нашей страны в Брюссель. Евросоюз рассматривает Казахстан в качестве крупнейшего партнера в Центральной Азии. 75% привлеченных в регион иностранных инвестиций приходится на долю нашей республики. Собеседники высказали обоюдные стремления к поиску новых точек взаимодействия в таких перспективных направлениях, как зеленая экономика, устойчивая энергетика и горнодобывающая промышленность, агробизнес, IT-технологии, транзит и транспорт, а также финансы, здравоохранение и фармацевтика, образование и туризм. Президент Европейской комиссии выразила поддержку подходам Казахстана по стабилизации ситуации в Афганистане и принимаемым мерам по оказанию гуманитарной помощи этой стране. Ну и в завершение встречи Касамжимар Тукаев пригласил Урсулу Дфор Дэнфляйен посетить нашу страну с официальным визитом. В ближайшие пять лет в Атараусской области высадят 7 миллионов деревьев. Роль зеленых насаждений для богатого нефтью региона суровым климатом особенно важна. Здесь за последние 10 лет река Жаик обмелела вдвое, а ее берега обнажились. Поэтому местные власти приняли специальную программу по увеличению лесных ресурсов. Только в этом году на 309 гектарах высадили свыше 900 тысяч саженцев. Кроме того, 68 тысяч деревьев посадили в областном центре. Также воспроизводство леса ведется в Махамбетском, Индерском и Курмангазинском районах. Для лесохозяйственных организаций в регионе создано 4 питомника по 5 гектаров. Все лесные ресурсы региона расположены на берегу реки Жаик. За последние 10 лет их площадь сократилась на 35-40%. Во избежание дальнейшего исчезновения леса совместно с учреждениями лесного хозяйства. Почти на 3 тысячах гектарах за 5 лет планируется посадить 7 миллионов 75 тысяч деревьев. Сегодня вечером на сцене «Астана-опера» пройдет концерт Марии Мудряк. Столичная публика вновь услышит знаменитая колоратурная сопрано. Марк Брюшко узнал, скучала ли Мария по родине, какие песни будет исполнять и кто еще с ней будет выступать на сцене. Билеты раскупили за считанные часы, за считанные дни. Большой ажиотаж был, аншлаг, то есть билетов уже давно не найти. То есть вы знали об этом или нет, и как вообще на это отреагируете? Я в курсе, для меня это безумно просто приятно, потому что мне приходит масса сообщений в мои соцсети. Люди, которые хотят приехать из других городов и не могут найти билетов. И мне просто, знаете, каждому хочется достать билет. А никак иначе. Оперная певица Мария Мудряк не давала крупных концертов в Казахстане почти 3 года. За это время успела соскучиться по нашему зрителю. Сегодня вечером она снова будет блистать на сцене «Астана-опера». Мария Мудряк словно сама судьба связалась с искусством. На сцену оперная дио впервые вышла в возрасте 3 лет. Пробовала свои силы в балете, эстрадном пении и игре на фортепиано. Уже в 14 лет, в порядке исключения, она была зачислена в консерваторию имени Джузеппе Верди в Милане. Окончила ее с отличием. Сегодня она одна из самых востребованных оперных певиц во всем мире. Несмотря на молодой возраст, за ее плечами выступления на лучших культурных площадках в 30 странах. Но Казахстан всегда остается на первом месте. Об этом она рассказала во время выхода к прессе перед генеральной репетицией. По родине я всегда скучаю. Я говорю, что, знаете, любовь к родине, наверное, сопоставима к любви к родителям. И с каждым годом ты понимаешь, что любишь ее все больше, глубже. И поэтому, конечно, я всегда очень скучаю по Казахстану. И в этот раз, когда приземлялся самолет, я видела снег. И прям сердце у меня трепетало еще больше, чем в предыдущие разы. Даже сегодняшний концерт носит название «Для тебя, мой Казахстан». Кстати, с собой Мария привезла своих друзей. Итальянского дирижера Альвизе Козелати и одного из самых известных болгарских певцов Владимира Стоянова. Чувственная певица. Мне нравится, когда на сцене у нас есть такой очень важный контакт. Партнерский. Партнер замечательный. Как человек очень положительно настроен, очень приятно работать с Марией. После столицы Мария полетит в Дубай, чтобы выступить для гостей выставки «Экспо». Также у нее состоится концерт в Усть-Каменогорске. Ну а по его завершению певица отправится в Милан. А пока все мысли у мудряк о сегодняшнем концерте. Очень волнительно выступать перед своим родным зрителем. Марк Брюшко, Нургалима Мурбаев, Хабар, 24. Жители гостей Нурсултана смогут поближе ознакомиться с культурой Объединенных Арабских Эмиратов. В эти выходные в столице запланирована насыщенная концертная программа, посвященная 30-летию независимости Казахстана и 50-й годовщине становления ОАЭ. Зрители смогут насладиться национальными мотивами в современном исполнении. А в этом им помогут заслуженные артисты, специально приглашенные в Казахстан. На сегодняшний день отношения между нашими странами развиваются весьма динамично. Она связывает теплые и прочные узы, которые были заложены еще основателем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Азаидом Инб Султан Аль-Нахаяном и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Мы также благодарны главе государства Касымжому Артутукаеву за его поддержку. Данное мероприятие, посвященное юбилейным датам обоих государств, будет длиться на протяжении трех дней. Для нас очень важно, чтобы культурное сотрудничество между странами крепло и дальше. Сейчас актуальные данные о погоде. В 11 областях страны объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, дождь с переходом в снег. Низовая метель возможна в северных и центральных регионах республики. Туман накроет Казалардинскую, Туркестанскую и еще две области на западе республики. Ветреная погода установится в Алматинском регионе. Такими были новости к этому часу. Благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok